Помните, когда миссионеры находились в Листре во время первого миссионерского похода в 14 главе? Мы говорили о том, что Павел обращается к аудитории, никогда не слышавшей еврейского богословия, к аудитории, не знавшей Ветхого Завета. По этой причине и проповедь свою Павел строил особым образом. Теперь, во втором миссионерском путешествии, в 17 главе Деяния апостолов, апостол Павел снова встречается с аудиторией, которая не знает Бога Библии, не знает ничего о Ветхом Завете, о богослове Ветхого Завета, не знает ничего о монотеизме, ничего не знает об этичном божестве, о праведном Боге, не знают они ничего также о грехе, о смерти, о спасении. Они верят в маленьких башков, региональных башков. На самом деле, это не более чем люди, наделенные особыми силами, особыми способностями. И очень интересно посмотреть, как апостол Павел будет обращаться к такой аудитории. Начнем вот с чего. 22 стих. И став Павел посреди Ариопага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Подумайте об этом. В 16 стихе мы говорим, мы видели, что он увидел идолов и возмутился духом. Его эмоции были в возмущении, потому что он увидел это ложное почитание, ложное поклонение. Да, это были люди религиозные, но у них была ложная религия. Однако он не начинает с осуждения, он не говорит, я осуждаю то, во что вы верите. Он начинает с самого позитивного. Он делает им, говорит им комплимент, говорит им что-то позитивное. Да, вы весьма набожны, вы весьма религиозны. Но он не только говорит им комплимент, он также находит некую общую позицию, общую точку, точку соприкосновения с этими людьми. Потому что в Афинах был идол, посвященный неведомому Богу. Дело в том, что Афиняне хотели охватить всех богов. Они хотели сделать так, чтобы никого из богов случайно не пропустить. Потому что если пропустишь бога, так он обидится. И тогда не будет милости от этого бога. А они хотели милости от богов. И вот на всякий случай, а вдруг какого-то божества они не знают? Вдруг какое-то божество от них ускользнуло? На всякий случай, вдруг какое-то божество они просто забыли. Они построили особый алтарь, особый жертвенник. Жертвенник неведомого богу. Жертвенник богу, которого они пока еще не узнали. И был жертвенник, на котором было написано «Агносто Фео» – неизвестному богу. Павел увидел этот жертвенник. И он понял, что таким образом они признают, что мы не всех богов знаем. Какого-то бога мы еще не знаем. Какого-то бога мы еще для себя не открыли. Вот он и говорит им, «Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Он говорит фактически вот что, «Вы признаете, что есть бог, которого вы еще не знаете?» И я говорю, «Есть бог, которого вы не знаете, и я пришел к вам, чтобы сказать вам об этом боге, чтобы вы его знали». В 24-м стихе он говорит, «Кстати, поймите вот что». У нас маркер тут есть. Есть два слова, которые мы обычно используем, когда хотим описать Бога, когда говорим о Боге. Одно простое слово «бог». Это общий термин, родовое понятие «бог». И на еврейском языке, на еврите, это слово пишется вот как. Это слово «элохим». «Бог». Это родовое понятие «бог». Есть еще одно слово, которое обычно переводят как «господь». Это не родовое понятие, не общее понятие. Это личное имя «Яхве». «Яхве» — это личное имя Бога, которое заключил завет с Израилем. Итак, «элохим» — это Бог-творец. «Яхве» — это Бог-отец. «Элохим» — это Бог-творец. «Яхве» — Бог-искупитель. «Бог-спасающий». «Бог, который входит в личное отношение с нами». «Бог, который приводит нас в свою семью». Если Павел проповедует иудейской аудитории, предполагается, они знают «Яхве». Они знают, что такое грех. Они знают, что такое святость. Они знают, что есть лишь один Бог. Они знают, что с Богом можно общаться, что Бог дал нам закон, что Бог послал пророков, что Бог дарвал обещание Мессии. Но греки-то всего этого не знают. Они не знают «Яхве». Они слышали только о слове «элохим». И «элохим», которого они знают, Бог, которого они знают, это не «элохим». Это не Бог Библии. Они знают лишь маленьких местных башков, у которых не так много сил. Они знают только башков, у каждого из которых свой уголок, свой участок, своя область, свои районы. И Павлу приходится говорить им о Боге, о Котором они ничего не знают. Он говорит им о Боге, сотворившем все. Для них это новая идея. Он понимает, что они даже не осознают, каков Он, Бог. В 1990 году я приехал в Москву и познакомился с одним молодым человеком, отец которого был дипломатом в Канаде. Он провел в Канаде 7 лет. Он говорил на английском языке «в совершенстве». И предполагается, что он стал христианином, когда за год до этого приезжала команда спортсменов. Он был бейсболистом. В России практически никто в бейсболе не разбирается. Этот человек знал о бейсболе, об американском бейсболе все, намного больше меня. И его привлекли вот эти спортсмены, и он помолился с ними и принял Иисуса Христа. Но когда мы проводили с ними встречи, я проводил с ним работу с новообращенными. Мы беседовали о христианстве, я помогал этому человеку возрасти в вере, возрастать в вере. И я сказал о молитве, и он остановил меня и говорит, «Подождите, скажите мне, что такое молитва?» И потом он говорит, «Объясните мне, пожалуйста, что такое Бог?» «Не кто такой Бог, а что такое Бог?» И я начал понимать, насколько успешной была советская пропаганда в том, чтобы искоренить теистические категории, мысли о Боге из сознания советских людей. Мы говорили «Бог», а слушатели даже не знали, о чем мы говорим. Вопрос, верую или не верую, даже не стоял. Нужно было разобраться, по крайней мере, что такое Бог или кто такой Бог. Примерно то же самое у меня было в общении с молодой женщиной в Праге в 1988 году. Она в совершенстве говорила по-английски, но когда я стал говорить с ней о Боге, она не знала, что такое Бог. Даже представления Бог у нее в сознании не было. Жители Афин, слышав слово «Бог», не могли представить себе единого Бога, который сотворил все. Такой концепции, такого понятия у них даже не было. И Павел это понимает. И вот Павел начинает говорить с ними о Боге, сотворившем весь мир, о Боге, сотворившем все, что в мире. Греки были весьма гордыми людьми. Афиняне считали, что Боги сделали их афинян особым образом, что они, афиняне, не похожи на всех остальных людей. Афиняне также особенно гордились своими замечательными храмами, такими как Парфенон. Павел же говорит им, послушайте, у меня для вас новость. Никакой Бог здесь не живет. Не живет Бог в ваших храмах? Да, красивые у вас храмы, замечательные храмы, но это не дом Божий. Бог в этом доме не живет. Бог сотворил все, что в этом мире. Бог, Господин неба и земли, Он не живет в храмах рукотворных. Зачем Богу, сотворившему ваши руки, сотворившему все, зачем Ему жить в доме, построенном вашими руками? И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. 25 стих. «Сам дай всему жизнь и дыхание и все». Он не только сотворил нас, но Он также и поддерживает нас. Для вас это все очень просто. Но вы с детства слышали Библию, вы выросли в христианской культуре. Вы знаете, что такое атеизм, вы знаете, что такое богословие. Они ничего подобного не знают. Они не знали, что сотворил их один Бог. Они не знали, что ведет их по жизни один Бог. Может быть, у вас есть одноклассники или соседи или сослуживцы, которые тоже об этом не знают. И нужно потрудиться, чтобы научиться говорить на их языке, чтобы перейти на их уровень. «Не предполагайте, что им известно все, что известно вам». Вопрос даже не в том, что они не верят. Они просто даже об этом и не знают. Поэтому им и нужно рассказать. Именно этим и занимается Павел. Величайший апологет. Величайший богослов-миссионер. Именно этим и занимается он в Деяниях Апостолов. И мы об этом будем говорить подробнее также. Афиняне считали себя особой расой. Они считали, что сотворены особым образом. Посмотрите, что говорит Павел в 26 стихе. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Значит, у всех у нас единый общий предок, имя Ему Адам. И этого Бога мы должны взыскать. Мы должны его искать. Мы должны его искать. В 27 стихе Павел использует одно слово. Я вспомню сейчас греческий миф. «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» о десятилетней Троянской войне. «Одиссея». Рассказ о возвращении Одиссея, который 10 лет возвращался домой, один из героев Троянской войны. И потом попадает в плен к циклопу. Он обманывает циклопа, ослепляет его, чтобы циклоп его не видел. Ослепляет вот как. Он его сначала напоил, а потом вонзил ему палку в глаз. Но он все еще находился в пещере у циклопа. И циклоп пытался его найти. Он руками так разводил, бил руками, чтобы найти, где же находится Одиссея. Так вот, Гомер использует слово «в Одиссея». Когда циклоп ищет Одиссея. Вот так же это же самое слово использует апостол Павел. Как циклопы, которые пытались найти Одиссея. Вы должны искать Бога. Но вы... Проблема в том, что вы слепы. Но он недалеко. Он недалек от каждого из нас. А дальше он цитирует двух греческих поэтов, каждый из которых сказал о том, что «мы Божий род». Деяние 17.28. «Ибо мы им живем и движемся и существуем», как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. «Мы его и род». Скажу вам вот что. Здесь могут возникнуть некоторые споры. Потому что христиане верят, что Бог не для всех отец. Только христиане имеют право называть Бога своим отцом. Никто в Ветхом Завете не обращался к Богу как к отцу. Дважды или трижды Бог называется отцом Израиля, но никто никогда не обращался к Богу, называя Его своим отцом. И Иисус всегда называл Бога отцом, кроме одного исключительного момента. На кресте Иисус цитирует 21-ю псалом. Помните, «Или, Эли, Лама, Свахфани». «Эли» — это сокращенная форма слова «Элохим», того слова, которое я недавно написал здесь на доске. Иисус использует это слово «Бог мой», «Бог мой». Он не говорит «Отец мой», «Отец мой» в цитате из 21-го псалома на кресте. Во все же остальные разы, во всех остальных случаях, Он называет Бога отцом. Когда мы с вами становимся христианами, мы усыновляемся в Божию семью. Иоанн 1.12 говорит о том, что по вере мы получили право называться чадами Божими. Он дал это право верующим во имя Его. Иоанна 1.12.13 Значит, до того, как мы уверовали во Христа, до того, как мы приняли Его верою, мы не имели права называться детьми Божьими. И, соответственно, Он не был нашим отцом. Бог не был нашим отцом. Что же говорит Павел здесь? Не знаю, как по-русски, а в английском переводе не написано, что все мы дети Божьи, что все мы братья, сестры. Написано, что мы Его роды. Он сотворил нас. Мы Его творение, но мы пока не являемся Его детьми. Мы не можем быть Его детьми, пока не приняли Иисуса Христа. Мы еще не признанные дети. Мы не имеем права на наследство. Мы сотворены Богом, да, но мы усыновляемся Богом только через Господа Иисуса Христа. В 29 стихе Павел говорит, «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню». Иными словами, человек не может сотворить такого идола, который будет подобен Богу. Вот что говорит апостол Павел. Когда вы делаете идола, вам кажется, что вы сделали Бога, потому что вы делаете образ, которому потом вы поклоняетесь. Я вам проповедую противоположное. Поймите, не можете вы сделать Бога, потому что Бог сделал вас, потому что Бог сотворил вас. Бог ваш творец, и так Ему и нужно поклоняться. Неверное поклонение начинается тогда, когда мы становимся творцами и делаем себе Бога. Мы должны поклоняться Богу как творение Божие, а не как творцы Бога. Он говорит, «Ребята, у вас все задано вперед. Вы на все это смотрите неверно. Представьте себе, как Павел пришел в Пафины, в этот город великой культуры, город древней традиции, и он говорит, «Все это основано на обмане. Все это основано на неверном понимании. Все это основано на вашей глупости, на ваших ошибках. Вы идете в неверном направлении. Вам необходимо обернуться, покаяться». Вот что и говорит Павел. В 30 стихе Павел говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне...» А дальше величайший евангелистический стих, стих благовестия. Помните, мы с вами вспоминали Деяние 16.31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты...» 30 стих 17 главы. Главы еще один великий стих для благовестия. «Бог повелевает всем повсюду покаяться». Вот о чем он говорит о Афининам. Уверен я, что когда он встал и стал перед ними выступать, они подумали, «Ну, мы этого парня наставим, мы этого парня научим, мы этого парня окультурим, он будет, таким, как мы. Он будет думать и жить так, как мы». А он берет и говорит им, «Ребята, вам нужно изменить ваше мышление. Вы идете не в том направлении. Вам нужно покаяться». Знаете почему? Потому что Бог будет судить всех нас. Он уже определил, Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. В греческом мышлении история была цикличной, круговой. Существовал круг истории, основанный на смене времен года. Зима, весна, лето, осень, а потом все повторяется снова. Зима, весна, лето, осень. И потом снова повторяется. И так, круг за кругом. То же самое повторяется снова и снова и снова. И греки именно так воспринимали историю. Они считали историю круговой, цикличной. То же самое повторяется снова и снова. В библейском мышлении история не круговая, не цикличная. Она не вращается. История линейна. У нее есть начало в творении. У нее есть также и конец в суде, в судном дне. Именно об этом и говорит апостол Павел. Один ученый, который преподавал в Окленде, в Новой Зеландии, Блейк Лог, профессор классической филологии, говорил так. В то время, когда Павел пришел в Афины, Афины находились уже на закате своей славы. Слава Афин была во времена Периклов, во времена Сократа, во времена Платона. Павел приходит в Афины на закате их славы. Слава и сила Афин уходят в прошлое. Афины уже не столь важны. Павел говорит, наступит день, когда Бог приведет к концу все. Всю историю. И тогда будет суд. И об этом суде Павел и предупреждает Афинян и призывает их покаяться. Павел сказал только что Афинянам, что история не линейна. История придет к концу. К концу она придет в суде Божьем. В праведном Божьем суде. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com По какой же мерке будет мерить нас Бог на этом суде? Мерка это в том, насколько мы праведны, насколько жизнь наша праведна. Каков же тогда стандарт праведности? Как определить, что такое настоящая праведность? От чего мы отталкиваемся? Откуда понять? Как понять, где вверх, где низ? Что хорошо, что плохо? Понять это можно через человека, через праведного человека, которого Бог прислал на землю, послал на землю, чтобы установить высшую систему праведности, высшую мерку праведности, которая не может установить никакой закон, чтобы дать нам силы для возрастания в Божьей праведности. Как убедиться в том, что этот человек действительно Божий представитель и Божий стандарт? Убедиться можно очень просто. Только этот человек, единственный человек, воскрес из мертвых. Подождите, но ведь Лазарь тоже воскрес из мертвых? Но ведь Серна Тавифа тоже воскресла из мертвых? В Деяниях 9 глава. Они, конечно, были воскрешены, но потом они снова умерли. Этот же человек воскрес, чтобы никогда уже не умирать. Именно его Бог поставил стандартным мерилом праведности. Именно через него Бог будет судить мир. 32 стих. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Но некоторые уверовали. И Лука называет двух верующих, мужчину и женщину, которые в тот день уверовали. Одного звали Дионисий, а другую – Дамарь. На этом кончается 17 глава. Но об этом надо поговорить еще подробнее. Не все христианские проповедники и учителя согласны в интерпретации этой главы. Спорят они вот о чем. Некоторые утверждают, что апологетика апостола Павла в 17 главе ошибочно, ущербно, что Павел поступил неправильно, что Павел не так расставил акценты. И вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, Павел попал в философскую западню, попал в философский спор. В доказательство своей позиции они говорят о том, что в Афинах так и не было основано церкви. И церкви не было основано именно потому, что Павел неправильно подошел к своей миссии. Этот аргумент подтверждается еще и вот чем. Помните, о чем Павел писал в первом послании к Коринфянам? И дальше, после Афин, в 18 главе, Павел отправляется в Коринф. И в первом послании к Коринфянам он говорит о том, как он проповедовал в Коринфе. Он говорит о том, что проповедь его была основана не на мирской мудрости. он говорит об этом в 20 стихе первой главы. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Он говорит, что Бог установил и Свои Евангелие не через мудрость этого мира. Греки ищут мудрости, иудеи ищут знамений, чудес. Он говорит, когда я пришел к вам, я проповедовал Христа. На этой основе, да, кстати, 2 глава 2 стих, Павел скажет, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Так вот, говорят о том, что Павел сравнивает, сопоставляет свою проповедь в Афинах и проповедь в Коринфе, и говорит, я проповедовал мудрость мирскую в Афинах, и понял, что не получается. Только сейчас, придя в Афины, я понял, что тогда заблуждался, и сейчас нужно поступать иначе. Такие рассуждения можно найти у величайших новозаветных ученых, таких людей, например, как сэр Уильям Рамзи, известный специалист по служению апостола Павла 19 века, и все-таки я не могу согласиться с этими рассуждениями. Точно так же, как я не могу согласиться с мыслью о том, что Павел заблуждался, когда не взял с собой Иоанна Марка во второй миссионерский поход. Я считаю, что Павел далеко не заблуждался. Так же и здесь. Есть школа новозаветного толкования, толкование Нового Завета, которая часто говорит, Павел вот здесь заблуждался, и здесь Павел ошибался. В 18 главе он обрил голову для того, чтобы выполнить клятву. А потом он обрезает Тимофея, и говорят, что он и здесь ошибается, и здесь ошибается. Есть люди, которые, подходя к карьере Павла, начинают его критиковать, начинают говорить, вот это он сделал неправильно, и это сделал плохо. Знаете, меня все это не убеждает. Я не думаю, что Лука пытался показать ошибки апостола Павла. Да, Павел действительно делал ошибки, совершал ошибки. Он ведь только человек, он обычный человек, только Христос никогда не ошибался. Однако цель Луки, евангелиста Луки, заключается не в том, чтобы показать ошибки апостола Павла. Что же касается того, что в Афинах так и не основалась церковь в результате проповеди апостола Павла, или что же касается вопроса о реакции на эту проповедь, о том, подействовала проповедь или нет, скажу вот что. Результаты проповеди были разными. Кто-то действительно критиковал Павла, кто-то осмеял его, кто-то сказал, давайте поговорим об этом, побольше и позже. Давайте вернемся к этому разговору. Но ведь кто-то уверовал, что в этом страшного. Разве не так же бывает и у нас с вами, когда мы проповедуем Евангелие? Тогда мы проповедуем, и никто не кается. Но в тот день были покаяния. В результате той проповеди были покаяния. Эта проповедь была вполне уместна, потому что Павлу пришлось говорить в таких выражениях, которые они понимают, в таких категориях, которые они понимают. Ему нужно было показать, почему их философия есть философия заблуждения. Проповедь его была смелой, смелой, была дерзновенной. Он говорил им о воскресении, которое их философия считала глупостью. Он говорил им о грядущем суде по праведности Иисуса Христа. Это и есть Евангелие. Да, будет суд, и их вечная судьба определяется тем, как сейчас, сегодня, они ответят на слово Иисуса Христа. Когда Павел говорит о том, как он мог бы проповедовать Евангелие в Коринфе, в первом послании Коринфянам, первая и вторая глава, он ни в коем случае не противопоставляет свой стиль проповеди в Коринфе со стилем своей проповеди в Афинах. Он сопоставляет или противопоставляет свой стиль проповеди с той проповедью, которую хотели бы услышать Коринфяне. Коринфяне хотели бы услышать от Павла такую проповедь, которая соответствовала бы их идеальному представлению о греческой риторике. У греков были правила риторики, которым обучали детей в школах, а Павел проповедовал не по правилам. Он говорит, нет, это правила от человека, это человеческая мудрость. А я проповедую по мудрости Божией. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok